Решили мы с утрца воскресенья поехать в Глухую Глушь. Мы поехали через Глухую Глушь в поселение под названием Пусон. Да, в общем, мы едем за месяц до Бурятского Нового Года снимать ролик для выпуска Узонской средней школы, который они будут показывать на празднике в конце февраля. То есть каждый год, каждый, получается, ну, там, 30-летней давности или 20-летний выпуск, он готовит большой праздник на всю деревню. Они готовят различные номера, там дети участвуют, ну, приезжают со всей страны. А все, кто учился в этой школе, то есть вот 30 человек класс, там, или 60 человек поток, приезжают и собираются вместе, поздравляют учителей своих, родителей, всех, кто вот остался в деревне, и жителей. Собирается, в общем, весь поселок. Вот, и нам выпала честь снять для них видео. Видео поздравительное. Ну, нет, это не фильм, это будет 5-минутный ролик. Такой просто нарезка красивых кадров, там, с квадрокоптера, с земли. Постановочных. Постановочных, да. То есть они будут все в национальных костюмах, естественно, делать свои национальные... Штуки. Традиционные штуки, да. Ходить вокруг ОПО, вокруг крутить вот священные вот эти вот... Барабаны. Да, барабаны, разливать молоко, вот это вот отношение делать. Очень здорово, очень весело. Ты видишь, за кем нам надо ехать? Я гружу горы и горизонт. Не, такая... Мы сейчас едем очень, кстати, как советует тоже профессионал. Машина следования едет сзади тут. Мы едем с ней. Когда они у нас с заднего зеркала пропадут, значит, мы едем не туда. А как мы узнаем, куда они поехали? Не, на самом деле тут трудно потеряться, потому что тут две улицы, вот так вот, буквой В. Короче, мы тут приехали в УЗОН. Снимать для выпускного, с Досиков. Чтобы они его на выпускном смотрели. Сейчас будем красоту всякую делать. Вот он делает вид, что он что-то тут соображает. Вот самое начало ролика. Я сейчас расставляю выпускников. И вот вы придете и приезжаете. Вот такой момент, когда обнимают. Вот все, снимается рук без всяких там стэдикама. Счастливые. Так, давайте еще немножко пообнимаемся. Еще, еще. На меня не смотрим, на меня не смотрим. Вы просто пойдете всей толпой вот, от вот этого входа вот так вот. Главное, на съемке круто выглядеть. Вообще, неважно, что там снимаете. Чем круче выглядишь, все, тем ты круче. Можешь вообще снимать на калькулятор. Подсъемочка. У меня всегда лицо очень некрасивое, когда я летаю и сосредоточен. Поэтому ты мне подсказываешь, чтобы я как-то, не знаю, позитивнее. Отличное лицо. На съемке главное что? Вылетит максимально круто. Все. Уникальная ситуация. Мы как бы закончили снимать возле Узонской школы. Они все сели на машины и поехали на следующую точку съемки. Интересно то, что мы не знаем, где эта следующая точка. Они нам ничего не сказали. Поэтому мы просто пойдем пешком. Все, вот так пойдем. Я тут не был еще нервов. Вот самое сложное, что сложное, самое точку выбрать красивую. А тут все просто, что, кнопку нажать. Надо же еще знать, что, куда смотреть. Ну и главное, с рук все, с рук стадикам и кому нужна она. Сейчас Евгений нам скоро продемонстрирует фирменная походка оператора не стадикамщика. Все. Продолжение следует... 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 Самое, как сказать, клевое в нашей работе, что мы можем брать и выходить в эти красивые места, снимать на них, смотреть как бы просто так, нам могут позвонить люди, сказать, приезжайте там, что-то поснимайте, у нас красиво, мы приезжаем и наслаждаемся вот этой красотой, свежим воздухом, а ведь работая где-нибудь в офисе, это же вообще невозможно сделать, поэтому круто, круто. Мы переезжаем на следующую точку, это у нас финальная точка, какая-то скала интересная и поле, где мы будем жечь костер, и что еще делать? Нахватилхо, да? Танцевать. Так, Паша немножечко застал. Вы посмотрите, какой наклон, наклон. Паша, ты на Ипсуме, а люди сюда едут на фите с нами в одной колонне. Кстати, вот правду говорят, на камеру не видно вообще уклона, то есть, ну, не очково на камеру выглядит, просто если сейчас кто-то поскользит, то он соберет всю эту грязку, да? Да. Ну, наверное. Мы приехали на скалу, называется Хабсахэй. Хабсахэй. Мы сейчас здесь зажгем костер, вокруг него потанцуем, и нам нужно снять кадр, как они идут по полю. У нас будет такой референс, то есть уланденцы сняли похожий кадр, мы снимем, как будто они навстречу идут, будет очень красиво. В принципе, логично, что наша работа нам позволяет попадать в различные необычные места и знакомиться с различными и необычными людьми. Я думаю что мы это все доверяем. Я думаю... вот это два,- Гулу и Бower better, я думаю... основная горячка! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Несмотря на все это, могу с уверенностью заявить, а не в танцах. Я чуть не сел в огонь! Закончился наш съемочный день в селе Узон. Мы замерзли, сняли все, что планировали, даже немножечко больше. И мы, как и хотели, хотели показать, как происходит съемочный процесс. Что мы там делаем, как мы контакчивали. Контакчиваем с людьми и как мы им показываем, что надо делать, что делать не надо. И еще показали, что тут красиво просто, капец красиво. Тут очень чистый воздух, несмотря на то, что, казалось бы, тут тоже у людей есть печки. Будем стараться, как там, фишечки какие-то рассказывать, полезности всякие, как, что и лучше снять. Сейчас нас задавит машина! Если нас не задавят, то мы выпустим еще несколько видео. Да. Мы начали снимать с телефона. Я потому что хотел сделать какое-то пробное видео. Ну, потом мы решили, зачем мы купили камеру за там 200 тысяч, надо же на нее снимать хотя бы бэкстрейдж, ну, почти теперь. Но, знаешь что, мы сегодня не сняли ни одну историю в инстаграм. А почему? Потому что мы работали. Некогда, да. Да. Если у видака в истории мало видосов, значит он много работает. Все, мы сейчас покушаем и на мой в читу. Что? Все, все. Пока. Что за ебало уже? Все. Туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты.